И как бы мне это не горько было признавать, скорее всего, если мне придется выбирать между жизнью мужа и жизнью ребенка, я выберу жизнь ребенка. Мы постоянно ссорились. То есть мы не могли. Он не уступал, и я не уступал. Если бы мне хватило мудрости на тот момент, возможно, все бы было нормально. А может быть, и нет. Сволочь, скотина, как это все мужики-козлы. Нет, он далеко не козел, далеко не скотина. Он все будет нормальный, адекватный человек. Просто мы были молоды, наверное, мы не очень осознанно подошли к созданию семьи. Нам казалось, что у нас огромная любовь, которая способна преодолеть все. Но вот так не получилось. Инициатором развода кто был? Муж. Он подождал, пока ребенку солнце лодка, подал на развод. Я обижена на то, что он перестал общаться с дочерью, со всеми. Он сначала с ней чуть-чуть общался, в три года он оборвал общение со всеми. Супруг отказался от родительских прав в итоге. Ну, я расскажу, как это было. Там, конечно, не без моего участия это обошлось, но это уже было сознательно. Это был не способ отомстить или что-то еще. Это уже было, ну, такое вот, трезвое решение. Всегда посторонний человек, а все-таки чужой мужчина и чужая женщина, да, это посторонний человек. Это не родной ребенку человек. Если ты рожаешь ребенка, ты из этого ребенка несешь ответственность. До конца своих дней. Я не искала другого мужчину. У меня не было мысли о том, что я, в общем, буду папу своей дочке искать. Нет, наоборот. Я никого не пущу больше. Все. Я подала на элементы, пять лет ей было. Подала с, ну, с корыстной, наверное, целью, не элементом. Я понимала, что он не начнет общение, и я собиралась подавать решение. Правда. Можно такое провокационное вопрос? Если попробовать вспомнить, скажем, ваши вспомнили, собственно, и, допустим, там, 16-17 лет. И попался человек, ну, где-нибудь там, не знаю, в классе или там на улице, который вот по складу характера, как нынешний муж. Он был бы интересен, сколько-нибудь. Он был бы интересен как друг, и не был бы интересен как партнер. Но не убирают этих мужчин и этих ребят. Они ждут в своей очереди, скажем так, на вторых детей. Но не на первых. К сожалению. В училище преподается предмет ОБЖ. Он ведется совершенно на официальном уровне. Он ведется раздельно для мальчиков и для девочек. При этом мальчики тоже совершенно официально проходят в серии, ну, что-то вроде НВП. Безопасность жизнедеятельности, именно физическая безопасность. Поражающий фактор ядерного взрыва. Противогаз, сборка-разборка автомата, калашников, может быть, даже стрельба сами, я не знаю, там может быть. Ну, мало ли. Возможно, физическая подготовка. Девочки в это же время проходят. Устройство репродуктивной системы человека. Да. Семейное законодательство. Возможно, что-то имеющее отношение к психологии. Да, какой-то психологический. Я вношу, да, элемент. Живут же люди и без руки, да, без одной. Ну, можно и без руки. По масштабу потери, это, в общем-то, можно сравнить, ну, может быть, с левой рукой. Диалог в суде. Мне дают расписаться бумажку о разводе. А я не могу, вероятно. Я в суде, потому что у меня так вот текут слезы и капают, заливают эту бумажку несчастную. У меня трясутся руки. И меня спрашивают, судя, вы чего плачете? Чего плачете? Я говорю, я не хочу разводить его. Я его люблю. А мне судя говорит, ну, у вас же нет выбора другого. Сергей, я тебя приветствую еще раз. Приветствую. Огромное спасибо, что согласился на это интервью, на это обсуждение. Ну, и, соответственно, приветствую своих подписчиков. Надеюсь, будет интересно. Обсудить я хотел бы сегодня вот такую тему, правда, с довольно приличным опозданием. Но и хорошее дело делать никогда не поздно. Сергей, сколько времени прошло с того момента, как ты сделал вот это вот интервью с этой РСП? 20 февраля, по-моему. Было. Ну, там дата, по крайней мере, стоит, и мы там в разговоре обсуждали, что через пару дней должно было быть 23, так что 20 февраля. Не суть важна, просто вот так сказать. Все это время я вынашивал эти планы, но там всякое было, не будем на этом останавливаться подробнее. Ну, наконец, свершилось. Мы это дело, наконец, обсудим. Потому что я это интервью, то есть этот каст конкретно, я считаю, одним из лучших и максимально удачных. Возможно, у тебя получилось гораздо больше, чем ты рассчитывал. И вот именно это я хочу впечатление от этого каста, выводы, некие системные примеры, которые он подает, его образовательная ценность для мужчин. Вот обо всем об этом я и хотел бы с тобой сегодня поговорить. Окей. Окей. Вот, значит, сначала, в первую очередь, я хочу сказать, какие впечатления на меня произвел просмотр вот этого интервью. Ну, впечатление было, как будто меня взяли за ноги и засунули в огребную яму. То есть, понятно, что там в глубине находится, но когда вот это так тебе еще раз, очевидно, показывают, то это производит, бьет по эмоциям даже такого прошаренного человека, который в этой, во всей теме, уже 6 лет почти, чуть-чуть до юбилея, несколько месяцев не хватает. То есть, эмоциональный, как бы, удар был мощнейший, и меня, честно, как говорит современная молодежь, меня бомбило. И поэтому я написал там те не очень кошерные комменты, я их не... ну, и за это я еще раз официально приношу извинения. Но меня бомбануло конкретно после этого каста. Окей. Я, честно, каких-то супер там комментариев не увидел. Я увидел то, что была, как бы, ну, в общем, эмоциональная реакция, не увидел ничего такого, за что можно прямо уж сильно извиняться. Так что, к тому же, я лишний раз подчеркну, да, что, в общем, сделать бы я это снова, да, снова бы сделал. Единственное, мне очень жаль, что у меня такой там позорный звук получился, вот, но я с тех пор исправился и над звуком работаю. Окей, потому что главное, чтобы личных обид не было, потому что я немножко утратил контроль, потому что эмоциональное воздействие было вот примерно как после, я не знаю, смотрел ли ты эти шедевры в кавычках мирового кинематографа и мировой литературы, это все в кавычках, там, как от писателя Сорокина, так называемого, он был популярен для 20 лет. Ну, да, ну, очень бегло, так просто ради интереса пробовали. Ну, нормальный человек, его долго читать не может, вот, значит, как от фильма «Груз-200» это такой жесткий троллинг, причем удар по самым таким табуированным участкам мозга, по инстинктам брезгливости вообще, то есть, там, в общем, умело нанесенный, умело сделанный нанесенный троллинг. Был еще такой хороший фильм, я, правда, не стал смотреть, «Зеленый слоник», слышал что-то так. Мне много раз его упоминали, я сейчас не знаю о чем, да даже примерно так, подозреваю, что, наверное, это про тюрягу, скорее всего, ну, точно так. Либо про армию, где у нас. Я не смотрел, там, есть, там, собственно, вот, ну, там пожирание говна, секс с трупами, ложство в извращенных формах, то есть, там вот, чтобы прославиться, вот эти режиссеры этих фильмов, ну, ума что-то сделать хорошее не хватает, придется конкурировать с людьми талантливыми, а славы хочется. И вот ради того, чтобы, ради гиростратовой, так сказать, славы, они пробивают по уровням брезгливости своих, вот этих вот, уровням уже и естественного, и глубоко привитого отторжения. То есть, там, поедание говна, там, секс с трупами, с разлагающимся, в общем, ну, просто всякий ужас, и этому всему придается какая-то обертка, чтобы народ хавал, и, в общем, ну, смотреть это невозможно, потом нормальный человек просто, ну, действительно, кошмары мучают, его, там, рвет буквально физически. Вот такое же впечатление у меня было от твоего общения с этой, господи меня, прости, особью женского пола. Честно говоря, ни женщиной, ни человеком ее называть у меня язык не поворачивается. То есть, ну, если меня так пробило, то считай это своим большим, большим успехом творческим, реально. Вот, теперь уже конкретнее, почему. Значит, когда-то у меня давно попадалось мне такое, это самое произведение в интернете лет много, 12-15 назад, еще ни о каком там мужских движениях я ничего не слышал, но статья попалась, что вот бабу нельзя считать человеком. Баба может офигительно притворяться человеком, офигительно быть похожа на человека, даже имитировать поведение человека, но это не человек. Я цитирую, но это почти дословно. Что там имелось в виду? Конечно, это не кошерное вообще ни разу высказывание, я просто и под статью можно под это дело загреметь, если это вырезать из контекста. Я этого не придерживаюсь, мы все, то есть формально мы все принадлежим к одному биологическому виду. Что там имелось в виду конкретно? Что у женщины то, что, собственно, и делает из животного человека, а именно моральные качества, стыд, совесть, мораль, самоконтроль какой-то, альтруизм, они вот как-то вот у нее не включаются. То есть у нее генетически, ну не могут не быть, гены одни и те же прыгают, там от папы к маме, то есть от матери к сыну, от сына к дочке, но они у женщин не включаются. То есть у мужчин вот эти вот моральные качества, которые им просто были необходимы для выживания, для строительства цивилизации, там работы командой, общиной, ну вот, собственно, для того, чтобы мир стал такой, какой мы имеем, во всем его технологическом и интеллектуальном величии, или ничего, кто как воспринимает. Его здесь же построили мужчины, для этого им нужно то, что называется моралью. У женщин, то есть у мужчин вот генетически для этого есть, по крайней мере, разъемы, куда это все, ну, они рождаются с разъемами, есть опции. Женщины рождаются без разъемов, то есть у женщин мораль, вот то, что называется мораль, совесть, это прививается воспитанием, пришивается криво, косо, нету для этого, нету ни в психике, для этого никаких там, не знаю, разъемов, штекеров, вообще нет, куда это все присаживается, оно привинчивается на живую нитку, и у большинства оно не работает просто. То есть моя формулировка, что стоит совесть, мораль на женщине, я бы всегда говорил, как на корове седло, но на самом деле, как на змее седло. То есть она хочет, если выгодно, она вползает туда, если типа везет, ползет, то везет. Если невыгодно, она выползает, вот. И самая главная ошибка зомбированных мужчин с промытыми мозгами, ну, то, что называется видеть в бабе мужика без яиц, с дыркой, вот, то, что они считают, что женщина мыслит так же, как мужчина, что у нее есть эти вот врожденные моральные нормы, что она понимает, что такое команда, что она понимает, что такое альтруизм, что она способна держать договор, что с ней можно о чем-то договориться, что она будет держать слово, что она не изменит свое решение, что если мужик, пацан сказал, пацан сделал, вот, что вот это глубочайшее системное заблуждение. Вот, и вот, возвращаясь к первоначальной цитате, вот именно это там и имелось в виду. Вот, и вот, собственно, вот этот образ этой женщины, он прекрасно показал, если бы, к сожалению, вот там не было толкования. Из-за чего, собственно, у меня был такой эмоциональный выплеск, не очень хороший, что ты оставил все как есть. Вот если бы ты, вот, действительно, сделал бы нарезку и столковал бы это все, вот, как я говорю, ну, собственно, извини, я не имею никакого права говорить, это у тебя своя видение ситуации, вот, ну, было бы вообще отлично, ни у кого не было бы к тебе никаких претензий, не было бы такой бурь эмоций, но это мое видение ситуации, ты даже задумываться над этим не должен. Вот, это у тебя своя работа, у меня своя работа. Вот, ну, в общем, то есть, грубо говоря, это было, как говорят биологи, вот это интервью, там эта тетка много раз блестяще проболталась. Вот, блестяще показала разницу, чудовищную вселенскую глобальную разницу в женском и мужском мышлении, насколько у женщины отсутствует совесть, мораль, стыд, ответственность, вообще, отношение к мужчинам как к людям, ты про это, вот, кстати, тоже говорил в своих кастах где-то у тебя проскакивал, да? Ну, да. Ну, да. Вот. И, в общем, это, грубо говоря, как говорят биологи, когда открывают какое-то животное, они, ну, ловят, первое, когда описывают вид, они ловят какое-то животное, ну, типичное, новое, спиртуют его, говорят, когда описали, это называется голотип, чтобы все ученые, там, уже, там, других поколений, веков могли, поймав какое-то животное, сравнить его с описанием голотипа и понять тот же это вид или нет. То есть, вот, вот эти вырезки из этого каста, это вот этот самый голотип, это, это тетка, это блестяще. Потому что, вот, если все это выловить, заспиртовать вот эти цитаты и по пробирочкам разложить, то это, это блестящий просто академический, университетский материал, образцы. То есть, вот, я, извини, наверное, я очень длинно и коряво говорил, но вот этим самым я бы и хотел с тобой сейчас заняться. Насколько у женщин, вот, врожденно нету морали, насколько они, уже, вот, говоря таким упрощенным обывательским языком, насколько они врут, как дышат, и какое количество современных преступлений, вот, преступлений перед совестью, здравым смыслом, другими людьми, не перед кривым законом, а вот именно, если бы закон был логичен, если бы закон действительно основывался на справедливости и на равенстве, на равноправии, какое количество преступлений совершает в своей жизни средняя баба. Причем, вот, ты же взял обычную рядовую шаблонную тетку, они же как не крутят. Ну, вообще говоря, нет, вот, как раз насчет рядовую шаблонную, я достаточно наобщался в интернете, и сейчас у меня там активное общение идет, там, с панами взаимными и так далее, так что нет, это точно нетипично. Поэтому, собственно, этого так мало. Если бы этих людей было больше, я бы с удовольствием писал больше. И я даже пытался, ну, зазывать людей, которые способны общаться подобным образом, но это большая редкость, очень большая редкость. Понятно. Ну, скажи, пожалуйста, ты ее оцениваешь как аномалию со знаком каким-то плюс или со знаком минус? Ну, это вопрос, так сказать, сложный, займет некоторое время. Да, я с конца пока не забыл, как и большинство кастов у меня, да, он опубликован с лицензией Creative Commons. Так что, если вдруг у кого-либо, у тебя или еще у кого угодно, есть желание сделать нарезку и сделать комментарии, берете, нарезаете и просто вставляете ссылку, что оригинальный ролик там. Все, этого достаточно. Так что все, что угодно можно. Это, так сказать, я даже готов поддержать, даже если я не согласен с комментариями. Я, например, сейчас намерен разобрать подробно ролик другого блогера, и, может быть, он даже будет возражать, но я все равно сделаю, просто, может быть, придется это делать не на YouTube. Я так считаю, что человек выкинул в публичную сферу, но он пригласил всех желающих высказаться. Тут уже даже если комментарии закрыты, но в другом месте ты все равно можешь на эту тему сказать. На каждый роток, так сказать, не накинешь платок. По поводу этой конкретной женщины, Елены Донского, я еще раз подчеркну, что я, в общем, это большая редкость, я считаю это большой удачей. Я многие вещи для себя как бы прояснил, которые там, ну, сказать, что что-то прям радикально новое узнал за это интервью. Ну, какие-то мелочи, наверное, были. Глобально нет, ничего глобально нового я не узнал. Я, в принципе, мог бы, наверное, теоретически, такое же примерное интервью там со своей бывшей супругой, допустим, снять. Но с ней я бы не смог говорить спокойно. Я бы вышел из себя примерно так, как ты вышел там по комментариям этого. Так бы я, наверное, среагировал. Ну, я знаю, что я бы среагировал, потому что у меня были уже послеразводные. Еще раз прошу меня понять тогда вот эту моменту. Ну, я, собственно, все понимаю. Все понимаю. В том-то, что я брелюсь, что когда у вас личных терок нет, лично с ней, у меня никогда никаких разборок не было. Соответственно, я могу, в принципе, поддерживать, так сказать, ну, диалог, да, спокойно. И более того, среди прочих, с кем сейчас приходилось общаться, за последний, ну, месяц-два, это, ну, Елена, это, во-первых, частично даже общий язык можно найти, потому что, вот, ну, человек с психологическим образованием, да, можно такими некоторыми ключевыми, ключевыми словами общаться, которые сразу, ну, большой объем передает информацию, да, не нужно пояснять, там, типа, метафора, там, про маску и так далее. Это для публики больше было, да. На самом деле, мы ведь еще записали дополнительно кусок, опять же, это я, в общем, провафлил, к сожалению, я тогда, у меня был любительский звук, я очень надеялся на это вот, нашел камеру с внешним микрофоном, ну, она такая портативная камера, но с внешним микрофоном. Я решил, что она решит мои проблемы по звуку. Второй микрофон был на смартфоне, и на смартфоне тоже, вроде бы, как бы, помещение, и все это работает, вот, но на практике оказалась эта связка и в кафе сработала очень плохо, там пришлось два источника вместе накладывать, тогда хоть что-то слышно. Там, правда, еще и шумно было, конечно, сейчас бы я так уже не сделал, сейчас бы я снял переговорку на пару часов. А уличная запись, к сожалению, вообще, то есть она оказалась неслушабельная, потому что один микрофон оказался более-менее записан, а второй микрофон практически не записан, поэтому пропало где-то, ну, там не было уже обсуждений на эти темы, мы просто говорили о мужском движении. Вот, на самом деле у меня есть планы, и даже конкретно я хотел Елене предложить, то есть у меня было продолжение, которое, скажем так, средняя женщина, средняя блогерша и даже средний психолог вряд ли сможет поддержать. Про нее я как бы знаю точно, что она эту тему там поддержит и там поможет развить и так далее. Твое, возвращаясь, ну, со мной про технические вопросы говорить, это как с марсианином на китайском языке. А вот скажи, это просто вопрос, ты ее оцениваешь со знаком плюс, со знаком минус. Ну, опять тут, с кем сравнивать, знаешь, и на какой фазе, да, вот. У меня сейчас, скажем так, вот по отношению к ней, да, и по отношению к тем людям, кто подобным образом общается, даже не суть важно, что они говорят. У меня нет к ним сейчас, даже депрессии нет. Вот там на последнюю тему, допустим, я там у психолога среагировал с депрессией, здесь у меня даже депрессии нет, как бы у меня есть некие такое, ну, как бы принятие. То есть я, вот те факты, которые она перечислила, некоторые моменты, которые, если бы я лично был с той стороны, да, если бы меня это лично коснулось, я бы вряд ли смог поддерживать нейтральную, там, тональность и спокойно разговаривать. И я о таких вещах говорил, только я о них говорил с закрытыми дверями, со специалистом, с другим, да, и даже ей было сложно. Она, в общем, настрадалась от меня, выслушивать то, что нужно было выслушать. Здесь, как бы, да, можно поддерживать спокойную беседу. И поэтому можно так, как бы с чем это сравнить-то, не знаю даже. Ну, наверное, это плохое сравнение, но можно до некоторой степени привести аналогию со вскрытием, постмортом. Вот задача выяснить, как происходит, из-за чего человек умер. В данном случае, можно сказать, там, умерла семья, да, первая. И то, что мы, так сказать, проделали в прямом эфире, да, там, ну, обменивались там, да, я частично свою, так сказать, информацию дал, в том числе личную, да, она дала тоже приватную информацию. Мы, в общем, устроили такое некоторое, ну, учебное вскрытие. И вот это, как бы, учебное видео, да, которое почти попадает почти в категорию СНАФ, ну, по некоторым критериям, да, оно вот и получилось в итоге. Тяжело ли его смотреть, особенно людям на некоторых фазах, которые сами попали в эту ситуацию и недавно не попали? Я вполне понимаю, что тяжело. Это видео не для всех. С другой стороны, я давно говорил, да, ну, не можем же мы вечно находиться в фазе, там, гнева, там, не знаю, отрицания и так далее. Все это, ну, рано или поздно. Это срез реальности. Вот еще тогда, когда, так сказать, у нас обмен, там, комментарий начался, я привел свою аналогию, как мне кажется, на что это похоже. Знаменитое путинское у Ларри Кинга, когда он говорит, Ларри Кинг спрашивает, «What happened to the submarine?» Что случилось с подводной лодкой? Путин говорит, с улыбкой такой легкой, «Она утонула». Я, честно говоря, все интервью не смотрел, но вот эта фраза, она как бы вошла в аналог, да, она нарезана в большом количестве, там, есть из нее скриншот и так далее. Вот, в принципе, это, ну, «Она утонула». Что там детально было, ведь, как бы сказать, мы ведь не можем проверить, что это вообще правда. Я даже не могу, например, сказать, а правда, правда ли человек психолог? Правда ли его так зовут? Правда ли он работает преподавателем? Правда ли у него там был первый брак, второй брак? Правда ли там есть дочь? Ничего этого мы не знаем. Это, ну, это как бы benefit of the doubt, да, то есть бенефит сомнения, то есть, ну, вот мы как бы с открытыми объятиями, то есть вот человек говорит то, что говорит, от него не требуется подтверждение. Он просто излагает свое, ну, нарратив свой. А уже дело, ну, собеседников, да, и зрителей потом записи. Принимаем мы это, не принимаем, к чему мы верим, к чему не верим. Я же тоже не все рассказывал, о том, что у меня происходило. И если уж говорить про моральные оценки, вообще морально нужно будет отдельное, наверное, вирическое ступенье сделать. Я не могу себя назвать сильно моральным человеком, и в том числе, там, если под лупой рассмотреть так же детально мой собственный брак, да, то ко мне очень даже есть чего придраться. И там, и моей бывшей супруге было бы что рассказать здесь, да. Так что, я не позирую как ангел, и наоборот, даже многим людям, так сказать, кто меня поближе знает, я говорю, ну, думайте, прежде чем за мной что-либо копировать, потому что я, в общем, ну, это не белый, не пушистый, в общем, я точно не похож на, там, безвинно пострадавшего. То есть я, как бы, я сделал свою часть, как вот, есть такая пословица, для танго нужно двое. Я тут только что видео про танго делал. Я свою часть станцевал, в общем, да, сравнивать, кто больше там пострадал, допустим, я в своем браке, там, версию с моей бывшей супругой, или Елена в ее браке со своим, там, бывшим. Мы этого, как бы, не узнаем, и никому это особо не интересно. Мне кажется, даже больше, с точки зрения, ну, такая, как бы, психологический стриптиз, да, он доставляет некоторые интересы, психологическая картина, она, возможно, даже каких-то психологов там заинтересовала бы, или заинтересовала, может, кто-то по этому курсовые пишет, или там, по мужскому движению, собственно, Елена же интерес был именно к мужскому движению, и она сказала, что она выходила на других блогеров, я уж не знаю, чем там кончила с другими блогерами. Можете перебить? Да. Во-первых, я просто тебя прошу, ну, подружки, давай с тобой попытаемся привести парадигмы к общему знаменателю, и я еще раз говорю, я вижу тут, во-первых, абсолютную шаблонность этой самки, она с моей точки зрения, ну, пойми меня правильно, вот, и абсолютная одинаковость, просто, действительно, препарирование, которое ты провел, оно очень хорошее слово, то есть ты реально вскрыл вот там, ну, матку чужого, который в человеческом обличии, вырезал, и вот-вот в чем ценность этого интервью, я бы хотел, чтобы вот, и результаты с моей точки зрения, вот, поэтому, это самое, может ты мне помочь, ну, как-то, вот образцы этого чужого немножко разложить по пробиркам, и повесить на них правильные этикетки, потому что не все поняли очевидность того, чего я начал, ну, или, если ты считаешь, ну, как сказать, что эта женщина чем-то выдающаяся, что это не норма, что, я вообще не хочу лично там, то есть, тут нету ничего личного, это шаблон, понимаешь, это просто очень удачный шаблон, это очень удачное учебное пособие, образец, для того, чтобы учить на нем людей, как именно работает у женщин психология, что именно подразумевается под женской моралью, и там, и прочие другие вопросы, в частности, некоторые там метают иллюзии, что женщины там в старости, там им будет плохо как-то, совесть их замучает, на каком месте у женщин находится совесть, находится ли вообще, вот это просто шикарное учебное пособие, вот, обезличенное, ну, вот как ты можешь, не знаю, как-то мне подыграть, что ли, сейчас пробую, мне просто как бы, мне сложно вешать лейблы, это волей-неволей, как бы, психологическую тему придется задевать, речь идет о, как бы сказать, даже, поскольку все-таки речь идет про патологоанатомическое, да, вскрытие, то темная сторона, там сказать, женского и материнского, да, какая темная сторона, там были, я бы, скажу, ну, можно так грубо называть, там, чернуха, да, или там, чернушные факты были, нормально, естественное поведение, нормальное, естественное поведение дикой самки, дикого животного, я не знаю, вот, я биолог, я вот в этих категориях, просто, вот, и все, черно-темная сторона, там, ну, это немножко непонятно, что это идет, давай, вот, есть инстинкт, вот так он проявляется, вот, здесь так, здесь так, здесь так, здесь так. Просто смотри, мы сейчас противоречие упрямься, если мы будем сейчас обсуждать только инстинкты, там, и типа, вот, бекеровскую тему, там, эволюцию и так далее, тогда возникнет запрос, при чем тут мораль? А если брать мораль, как ее, например, Франц Деваль подает, да, то, да, у животных есть своя мораль, но она своеобразная мораль, там, я просто не знаю, как бы. Хорошо, давай начнем с морали, мораль это, ну, давай тогда, давай придемся по морали, что ли тогда? Зачем она нужна, и что это такое? Ну, хотя бы, в моей точке зрения. Ну? Мораль такое же средство выживания для вида человек, эволюционное приобретение, как там, слой жира у, там, тюленей и китов, сплетел, саблазовый тигра, быстрые ноги, антилоп, ничего такого, вот, просто, вот эти вот сообщества охотников-собирателей гораздо лучше выживали, когда самцы, в первую очередь, в вторую очередь самки, кооперировали свои действия, снижали взаимную агрессивность и становились альтруистами, вот, они гораздо успешнее конкурировали с другими сообществами, которые все время грызлись изнутри, и, соответственно, постепенно их вытеснили, оставляли лучше, больше потомства, вот, собственно, вся, вот, если коротко, все, весь биологический эволюционный смысл морали, снижение, снижение взаимной агрессивности и всякой разной деструктивной деятельности внутри членов своего узкого сообщества, убивать, воровать, грабить, и там, по сексу что-то, это отнимать, и, ну, там, уже это повторы, то есть, ну, вот это вот и есть мораль, у женщин этого эволюционно не надо было, не возникло, они в пещере сидели, не охотились, не строили, не договаривались, не воевали, спину друг к другу не прикрывали, им главное было челюсти занять, болтовни, чтобы в глотку друг к другу не вцепиться, ну, это так, это, конечно, просто, ну, в принципе, истинно. Ну, вот Франс Дуаль как-то по-другому это обсуждает, я же знаю, насколько он, так сказать, он там говорит, что он один из авторов термина альфа, не знаю, он там, может он еще, так сказать, автор еще ряда терминов, но, как сказать-то, если это эволюционное приспособление, то, значит, изменилась среда, изменилось и само приспособление, то есть, люди живут вот в нашем даже, да, сообществе, сколько уже там, ну, больше ста лет, да, там, активная фаза технического прогресса идет. Восемь тысяч. Ну, да, ну, я имею в виду, что, допустим, там, семейный кодекс наш, да, идет корни у него из 1918, по-моему, года, соответственно, вот буквально 100 лет исполнилось. Ну, как бы изменилась среда, изменилось поведение, вот там, допустим, в моем детстве мы не представляли себе, что такое, то есть, максимум у ребенка, когда он гулял на улице, у него были часы, это считался супергаджет, он позволял прийти к нужному времени безошибочно. Сейчас без телефона шагу нельзя сделать, люди даже не понимают, как это вообще, как это ребенок, там, кто-то ездит или гуляет без телефона, но мы же вот делали, то есть, я к тому, что изменилась среда, изменились мы. Соответственно... Нет, секунду, секунду, мы не изменились, инстинкты вообще, инстинкты, которые нами руководят, ну, людьми, они формировались несколько миллионов лет, и за несколько тысяч лет они не измениться не могут, тем более, не могут измениться за 100 лет. Нет, я про конкретную технологию, вот, допустим, если я сейчас для примера просто привел технологию выгуливания или как дети ходят гулять, она резко изменилась за последние буквально, там, 10-15 лет. Мы даже уже и не помним, как это было иначе. То есть, очень резкие изменения. У женщин точно так же поменялось, вместе с кодексом, да, там, за короткий период, я мечтаю найти эту статью, Семашка там, я нашел на нее ссылку в англоязычной среде, я там был в региональной библиотеке, один раз с проездом там, попросил их поискать по архиву газет, не смогли найти, вот, надо, видимо, в Ленинку идти искать. Статья Семашка алиментная, про феномен алиментных вдов, на себя, на алименты на 10, сама не плашает. Это 1920 какой-то год, 21-22. То есть, это произошло сразу, то есть, 18-й год приняли кодекс, там, сначала были декреты какие-то, в 18-м году кодекс, в 21-м году это уже катастрофа масштабов страны. И нарком... Это как раз говорит о том, что у женщин-то морали никогда не было, это просто инстинкты развертываются. Ну, как бы поменяли правила игры, то есть, тебе говорят, это можно. И даже объясняют, что это правильно, и это, грубо говоря, тебе объясняют, что это теперь морально. Вот, там, выходить... Раньше было морально венчаться в церкви, хоп, декрет издали, все, теперь венчаться в церкви не морально. Теперь морально вот в ЗАГСе это делать. Вот. Немножко, не морально, а социально приемлемо. У женщин мораль, как таковая, вообще отсутствует. Мораль, это когда, ну, я не знаю, понимаешь, я еще раз говорю, мужчины рождаются с разъемами, это опция. Говорят же, конвенциональная мораль, то есть, чему с детства обучишь, если родить, так он себя и будет вести, если родить среди людоедов, где нормально людей кушать, будет кушать, если среди воров, будет воровать, если среди того, что называются приличные люди, порядочные, значит быть хорошим человеком. Но у мужчины для этого хотя бы есть какая-то опция в мозгах. У женщин этой опции нет. Вот. То есть, вообще эволюционно она им была не нужна. Объясняю, почему. Потому что женщины сидели в пещерах там или в шалашах, если в Африке, ухаживали за детьми. У них главная опция присматривать за маленькими детьми и снижать взаимную агрессивность. Ждать, пока мужики там эти отвоюют границы и что-то мясо притащат, вот и вся опция. То есть, мораль-то нужна была мужчинам, чтобы они там друг друга не потерачили и как-то договорились или побивались в соседние племя и не побивали при этом процессе себя. Вот это мораль. Вот. То есть, смотря, что называть моралью. А то, что ты называешь, это, опять же, мораль – это тоже что-то такое относительное. Но, в принципе, то, что мы называем добром и злом, нормы добра и зла, там, не убей, не укради, там, жену не выжилай, гадости другому не делай, уважай личное пространство, совесть там имей. В принципе, вот эти вещи очень-очень хорошо, благоприятно сказывались на выживании любой отдельно взятой популяции, которая их в себя внедряла тем или иным способом, религии, там, как хочешь, вот, то есть, запугиванием, чем угодно. Вот такая популяция, которая снижала вот эти деструктивные тенденции внутри себя, она, ну, тут же занимала огромную площадь, великолепно размножалась, делала вспышку честности и побеждала всех тех, кто там друг друга дубинами по черепам лупит и жрет. Ну, собственно, вот эти, они сейчас остались, вот эти племена, доживают где-то там на Новом Гвине и жрут друг друга. Ну, вот они как бы, как там сто тысяч лет назад были в каком виде, в таком и сейчас, собственно, живут. Чуть-чуть там челюсти поменьше стали. Вот, вот те, у кого была вот эта вот мораль, снижение взаимной агрессивности, нормы добра и зла, они построили цивилизацию. Вот, так вот, еще раз, значит, ну, понятно по морали или что-то еще, еще что-то. Ну, давай так, я, например, не знаю исторический аспект морали конкретно, да, это, видимо, нужен какой-то там культуролог, специалист. Могу точно сказать про сейчас, вот, про сейчас я, например, собственно, лишний раз, я знаю, что я, может, уже многим надоелся этим, но пока я, так сказать, читал, я, наверное, еще вернусь к этому процессу, да, я был допущен закрытое сообщество англоязычное о очаровании женственности. Говорит, я зуб даю, что я видел там женщин, чья мораль далеко превосходит мою, например, личную. Врожденная она у них или приобретенная, я не знаю. Там я видел такие примеры иногда люди говорили, что у меня буквально падала челюсть на стол. То есть я просто, вот, если мне нужно было что-то сказать, мне просто нечего было сказать, потому что я просто, а, все. Извините, давай, слушай, давай, там, да, там в Америке попадаются нормальные тетки, та же Карен Строн, та же Эрин Питц, правда, она с Англией, та же вот эта вот феминистка, Кейси Джей, которая сняла офигительную профессиональную картину. Да, причем по Кейси Джей даже больше интересный вариант, потому что она переметнулась, вот, и не планируя этого, то есть это самопроизвольно произошло. Да, да, слушай, давай не будем впадать в окаянство, не будем брать фиолетовую особь среди зеленых альбиносов за правило. Ну, да, бывают, как погрешность, блин, знаешь, что только в природе не бывает, понимаешь, вот, это, как брать людоеда-папуаса, как типичного представителя современного семи миллиардов человечества, давай смотреть на среднестатистическую бабу, которая... Еще одну мысль скажу, как иллюстрация про среднестатистическую, тоже хороший есть момент, он, на самом деле, довольно мудро был сказан, ближе к финалу документального фильма про Бака Беннемана, который называется Бак, там он такую вещь говорит, он говорит, что люди рождаются с неким багажом, то есть вы рождаетесь, у вас некий талант, он просто от рождения есть, это некая, там, условно, величина икс, дальше вы можете развивать то, что у вас есть, а можете оставить как есть. И человек, который родился без особенного таланта, вот по некому там направлению, пусть будет по лошадям, если он будет над этим работать активно, то у него очень велик шанс, что он далеко превысит того, кто родился с большим талантом от рождения, но ничего с ним не делал, то есть, грубо говоря, Савельев не согласился. Nature and nurture, с чем ты родился и что ты приобрел. И вот это вот приобрел, фактически эти двои личины выступают как бы множителями, то есть множитель, множитель. И как бы даже если ты родился с тем, что у тебя меньше этого, если ты будешь над этим работать, захочешь над этим работать, то у тебя очень велик шанс, что ты далеко превысишь любого, кто родился, одарел. Ну, может, каких-то отдельных, исключительных личностей. Опровергаю тебя на очень хорошем примере. Братья Кличко боксеры. Один Владимир, то есть, Виталий старший родился с хорошей реакцией, видит удар быстрый. Владимир, тот же, те же родители, те же гены, тоже воспитание, тоже образование, всю жизнь там боксу отдали, не видит. Вот. Его несколько раз очень средние боксеры, но с хорошим скачком и мощным ударом красиво, бумажно отправляли в нокаут. И хрена бы лысого, он бы, то есть, он сделал все, что мог, чтобы достичь таких результатов. Этой опции у него нету с рождения, так у него легла генетическая колода карты. Поэтому давай не впадать в окаянство. Я все-таки тут на стороне Савельева, что там человек по зонам мозга и по врожденным каким-то данным различаются там, говорит, хорошо, что вы не видите визуально как. Гораздо больше, чем по психике, по интеллекту и по внешности. Вот. Поэтому где-то есть генетические предпосылки, где-то нету. Вот. И где-то можно действительно упорным трудом чего-то добиться, где-то нет. Я вот, например, про себя твердо знаю, что если я буду водить автомобиль, хоть ты меня не знаю, вот ты там, не знаю, из моих 50 там трех лет жизни, 52 года с половиной, вот, только кушать, спать и за руль. Я все равно убьюсь через три секунды. Вот. У меня нету этой зоны мозга, она, сука, не возникла. Вот. Но я не жалею, мне это пофиг. Готов голову положить. Вот. ты как бы там, ну, кумиров тебе не сотворяй, как бы, из этих вот всех этих товарищей. Не, ну, от кумиров я далек совсем, но в то же время не признать, когда человек явно что-то делает лучше меня, я тоже не могу. Ну, как, если я вижу, что точно лучше. Не для этого... Возможно, он действительно в каких-то вещах он добился упорным трудом, а возможно, у него для этого упорного труда были генетические предпосылки. Взять профессиональных спортсменов, просто, то же самое и в интеллектуальной деятельности. Так что не надо всех собак вешать только на упорный труд и желание. Сейчас попробую переформулировать ближе к Елене конкретно. Я хотел сейчас, что я хотел морально сказать, морально. Я шел туда с определенной предпосылкой, отталкиваясь от своего первого ролика о личной жизни РСП. Я от тех установок не отказался, я на них, собственно, как наставил, так и настаиваю. Я с этими установками вошел и еще раз их озвучил во время этого интервью. И Елена, в общем, все эти установки согласилась и подтвердила. и так и сказала, что практически то, что у нее произошло, это то самое редкий случай исключения. Исключение всегда бывает во всем. Это исключение. Поэтому мы и можем это обсуждать, иначе бы мы это не обсуждали. Я не об этом. Я там не вижу никаких исключений. Я просто вижу очень хорошее препарирование средней самки и лысой обезьяны. Вот. Просто, чтобы еще раз показать мужчинам, куда они надо вляпываться. Ну... Не, ну смотри, если... Так, если принять на веру все, вот, предположим, все, что она рассказала, все правда, что я сразу вижу нетипичные вещи, например, да, человек, во-первых, изолировал как раз ребенка от новых знакомых. До упора изолировал, пока тот человек вот прям не уперся рогом и не настоял на этом, что он хочет связаться. Это уже нетипично, потому что средняя женщина так не делает. Это я знаю. Ну, ладно, я не могу, наверное, прозондировать средних женщин. Нет, слушай, давай, давай, вот ты сейчас, давай продолжим эту линию, я тебя просто прошу, сейчас очень на правильном пути, давай с тобой восстановим хронологию физических действий этой дамы и выскажем безотносительно, с уважением, у нас дискуссия, то есть ты свое, я свое. Окей, смотри, хронологика. Давай просто хронологию, то есть основные вехи, прямо, я просто не все помню, первое, баба, ну, вот просто, помню-то, баба говорит, и поехали прямо, далее, ты свое отношение, я свое, то есть ты какое-то свое отношение, а я свою пробирочку и шлеп герлокик, шлеп герлокик. Ну, окей, смотри, я довольно, довольно хорошо помню там хронологию, значит, собственно, первое, с чего придется начать, молодой брак двух молодых, неопытных, влюбленных людей. Можно я? Первое, что она сказала, я выросла в полной семье. Да, ну, она к этому потом уже перешла, но да, типа, что в ее семье никогда не было разводов, то есть весь бэкграунд был зашивист. Среди народов существует миф, что если бабу брать там для чего-то, не знаю, из полной семьи, значит, вот чего-то там это гарантирует. Вот вам, пожалуйста, как оно черта лысого, чего-то гарантирует. Да. Давай дальше. Да. Дальше молодой брак, и так примерно, как у меня, может даже моложе, то есть там где-то в начале 20-х, ну, 20-х годов своих, да, люди поженились, вот они там. И было это по любви. Стоп. Ну да. Значит, видимо, этот самый, самка встретила самца, у самца, видимо, были какие-то качества альфа-павиана, этого самого пресловутого, как говорится, пробил на инстинкт, влюбилась, значит, ну, по дурости он влепил штамп, потому что в зомбированной системе не думающий человек совершенно. Ну, и ей это выгодно, в общем, ну, как бы, ну, нормальные поступки двух животных без искры какого-то сознания. Дальше. Дальше брак не сложился. А, нет, сначала в браке появился ребенок, причем довольно быстро, там что-то через 5 месяцев беременности и ребенок. это самое, это тоже, все-все, как действуют дикие обезьяны на протяжении многих миллионов лет. Дальше, возможно, на фоне как раз появления ребенка. Секунду, и там дальше будут, у меня есть очень серьезные подозрения, да, я буду то, что подозрение, подозрение, то, что факты там озвучила эта тема, что мужик был пят на путь. У меня есть очень серьезные подозрения, которые вытекают из ее дальнейшей речи. Она врет, как дышит, с моей точки зрения. Вот. В общем, ну, два обыдла животных без проблесков сознания совокупились и зачат от третьего животного. Дальше. И на 5 месяцев, если 5 месяцев это правда, то пузо отпадает вариант совсем, если это правда. Да ладно, почему? А как? Люди уже в браке, то есть, имеется в виду смысла в браке, что ли, на пузо, или как? Ну да, мужик вообще. этого мы не узнаем никогда, потому что я же не спрашивал вторую, тут как это как... Мы не узнаем, извините, мы не узнаем, я просто, я так, я говорю, моя канва, твоя канва. Чтобы здесь четко что-то судить по этому поводу, нужно было, как римляне говорили, аудиатур это альтера парс, вторую сторону тоже нужно выслушать. Мы ее не выслушивали, это нужно помнить всегда. Вот это ключевой момент, кстати. Не, ну давай с тобой перевести, перейдем беседу в некую такую юмористическую плоскость, вот, и это самое. Давай вот твоя версия, это просто хронология у меня там. Когда она что сказала, потому что там был, конечно, момент истины, как она взяла этого второго лоха, это просто, это классика жанра. Нет, ну, вот короче, короче, этот самый полупавиан, которого сначала затащили в ЗАГС, дальше ему подвесили киндера. Хотел он, не хотел, скорее всего, он был в полном неадеквате, и это обычный зомбированный дебил с системой, живущий, не приходя в сознание, все так живут, так надо, сообщили, ой, блин, ну, да. Трудно сказать, я так сказать, со своей стороны буду немножко в противовес, да, я думаю, что первый год, первый брачный год у молодых людей, конечно, наверное, взвешенного такого, прямо запланированного подхода не было, это было типа, ну, вот случилось то, что должно было случиться, вот так примерно. Кто уж там на самом деле мухлил или не мухлил там с контрацепцией, не знаю, все варианты могут быть. как бы, вот что мне видится, ты можешь не соглашаться, два обычных, совершенно стандартных био-единицы без проблесков сознания, движимые инстинктами, совокупились, забацали третью био-единицу, что там дальше-то было? Дальше отношения не сложились. Ну, режим серийной моногамии. Сколько они прожили? Вот это, я не уверен, что там есть информация, которая позволяет посчитать. Ну, смотри, можно прикинуть примерно, значит, беременность началась на пятый месяц брака, а в четыре года, там звучит факт, в четыре года было первое знакомство вот с этим вторым мужем, когда он в виде таксиста там их подвез куда-то. Вот сколько времени? То есть, через пять месяцев плюс девять, это уже год и два, да? То есть, видимо, где-то плюс-минус порядка около трех лет ребенка было, наверное. Ну, во-первых, это классика вообще жанра, то есть, это четкое попадание в середину пирамиды Гаусса по сроку, по длине серийной моногамии. А второе, что, собственно, некорректно считать начало режима, фазы, стандартной самочей режима серийной моногамии с точки зрения регистрации брака, смешения, ну, мягкого стекла. То есть, они там познакомились, как бы, это самое, возможно, она влюбилась, ну, то есть, горбон сыграл, и вот с этого момента надо вести отчет. Ну, короче, тут все четко классика, потому что эти фазы режима у разных баб и в разных, на разных мужиков могут иметь разную длительность. Но в данном случае это 3-5 лет, это просто, это центр самочего режима, среднего самочего режима, среднего периода по шкале Гаусса. Ну, то есть, щелк прям, патрон ушел в обойму. Дальше, что у них там было? Дальше кончилось тем, что по инициативе мужа, причем по его настоятельному требованию, состоялся в итоге развод. То есть, он настаивал. Героиня Елена не хотела категорически рыдава в суде и рассказывает об этом, как ее судья уговаривал, что не нужно вам настаивать на трех месяцах, вам это ничего не даст. А, да, и мы дружно верим вообще. Это, так сказать, и мы такие верим прям, Серег, я так верю, что я прям корни. Я лотос веры. Бабе. Скажем так, я не думаю, что здесь что-то прям радикально здесь, может быть, искажено. То, что человек рассказывает со своей точки зрения, это я верю, потому что, если, например, мой брак там перескажет, опять же, моя бывшая супруга, вы услышите другую историю, чем которую я расскажу. Это будут две разных истории. Мы услышали эту часть. Вот в этой части. Понимаешь, одно дело, как работают инстиненты, инстиненты работают в лимбической системе, а другое дело, как сам человек все это интерпретирует мыслями уже коротко. Вот, так что инстиненты, вот так они и работают. Вот, я к тому же допускаю, что режим серийной моногамии, он ярче проявляется у женщин по ряду вот этих полудетерминированных психологических установок, ну, разные эволюционные роли. Вот, но он у мужчин тоже вполне себе есть и вполне может быть, что там не только она его как бы там разлюбила, а он ее, и даже он мог раньше. Ну, то есть тут, собственно, все многообразие вариантов, то есть она может врать, может не врать, он, то есть тут не суть важна, короче. Ну, короче, это самое, развелись. Я, причем, ты знаешь, я даже не буду делать стандартную, в том, что было мужским движением, ошибку, его уже, просто мужского движения уже нету никакого, и не было, если честно говоря. Вот, говорит, что баба виновата всегда в развале семьи, но не виновата она, у нее действительно так работает, режим серийной моногомии. И никто не хочет жить с человеком, которого ты вот любил сегодня, а завтра разлюбил. Он не может человека это контролировать. Я охотно верю, что тут вот она как раз и не виновата. Ну, короче, ну, в общем, у них по какому-то стандартному, обычному шаблону все кончилось. Не будем гадать по какому, потому что мы тут это уже никогда не узнаем. Дальше что было? Ну, дальше, с ее слов, что она не планировала больше никаких изобладить браков, по крайней мере, да, то есть отношения были, отношения там были одни, короткие отношения, и как раз ребенку не показывался этот человек. Собственно, когда он начал настаивать, что он хочет, так сказать, поближе узнать, на этом месте его отправили в усвоясь. Ну, что ж, плюс это, искренний плюс это тетки. Это, пока что первая, первая, первая искра чего-то человеческого, что, что я в ней вижу. Мне кажется, что позже. Это, ну, в меру моего, так сказать, скромного опыта общения с РСП, так сказать, и личного, и заочного, это редкий, редкий случай. Да. Обычно этих рисков нету. То есть, никакой вот то, что называется совесть, мораль какой-то там. Я, честно говоря, даже мы это обсуждали прямо в процессе записи, то есть с ней. Я не вижу никакой морали, честно говоря. Я вот в этом вижу чистый инстинкт. Мне кажется, если у человека инстинкт самосохранения и сохранения детеныша на месте, то как раз инстинкт должен помогать этого не делать. Дело не в морали совершенно. Тут мораль это так сверху бантик. Сергей, тогда почему бабы массово, бабы движимые инстинктами массово тащат тело и тащат мужиков, чтобы они, значит, знакомить их с этими своими, ну, как бы это, без мата сказать, церниками. Честно говоря, у меня есть на эту тему теория, и она как раз, это будет удивительно, но она эволюционная теория. Я так понимаю, что в дикой природе, если бы самка подобным образом себя повела, то это с большой вероятностью означало бы смерть детеныша. Однозначно. Это чем-то похоже на то, что происходит у львов, но у них там на самом деле сложнее, чем обычно рассказывают вот в этих документальных фильмах. Там все время подразумевается у львов, что типа вот самец всегда убивает всех прошлых детенышей. На самом деле там все сложнее, не так там состоит. Там лев слишком мало находится, как правило, во главе прайда. Если бы так было, то они бы все вымерли давно. Там система более хитрая. Там как бы львица делает так, что проходит время, и вот этот всплеск у самца проходит, и там она запахи на себе постоянно приносит, она где-то кормит там этих спрятавшихся львят, и потом она его приводит. Однажды она рискует, и она приводит своих этих старых львят. Там риск большой, но в то же время не все львят погибают. Вот так. Ну, ты знаешь, во-первых, возможно, ты прав, но в голом виде, во-первых, он не так мало находится, этот лев, 2-3 года в среднем находится. Он обычно не один, их несколько. А беременность у хищников 2 месяца. Вот. Поэтому они кого-то успевают поймать, они обычно успевают перемочить. То есть, в норме. Ну, процентов 10 случаев там вот то, что ты гладь. Вот, кстати, убийство самцами детенышей, оно характерно, хочется сказать, характерно, характерно для огромного вида млекопитающих, и для копытных, и для медведей, и бурых там всяких, это просто вообще классика жанра. Они жрут просто как с пулемета. Для белых это классика жанра. Для китообразных нашли, для некоторых умные, как-то интеллектуальные. В общем, это абсолютно для тикеров. То есть, чем больше изучают животный мир, тем больше эта модель становится известна не только для львов. Ну, для природы, для эволюции это все четко совершенно обосновано. Ну, то есть, вот да. То есть, как бы, с точки зрения инстинктов, казалось бы, самки тащить посторонних самцов своим детям, это самое, это абсурд. Кстати, хочешь, я тебе расскажу мрачный факт своей биографии, как я с бабами по объявлениям знакомился? Ну, я много раз уже об этом слышал, или что-то особенное, конкретное? Ну, я в данном случае как бы движимый совершенно этими самыми инстинктами. я, ну, РСПХ я рассматриваю, ну, в принципе, как и всех там баб рассматривал, только для секса без обязательств, меня никогда не заедало желание вообще видеться с этими детьми. То есть, то, что ты рассказываешь, что вообще-то мужчина, в принципе, адекватно вообще видеть чужих детей не должен, и адекватная женщина должна гарантировать эту возможность. Я это интуитивно знал, ну, там, с ранней юности. Ну, повстречался там с РСПХ и там с ребенком смотрел, сделал выводы какие-то на подсознание. Вот, и я, когда писал, писал пачками, бомбил газеты, ну, не люблю я РСПХ совершенно. То есть, вдуть-то им можно, но там дырка та же самая, но дико они неудобные, понимаешь, то есть, баб без детей много, чем там ждать, когда этот личинус там найдется момент, когда он ее отпустит, еще она там начинает отношения какие-то требовать, еще начинает этого личинуса активно тащить. В общем, РСПХ это объект, это абсолютно неликвид на сексуальном рынке. Я их, в общем, поэтому я всегда в объявлении, особенно, когда я был молодой, красивый, накачанный, высокоценный с моей точки зрения, я писал в объявлениях, что типа женщин, еще когда там что-то там более-менее серьезного искал, не для разового перепиха, я писал, что женщин с детьми не беспокоить, но они меня как-то все равно пиши-не пиши, но процентов 90, кто отвечал, это были женщины с детьми, потому что отношение у них к мужчинам такое, ну как к скоту, что скот не имеет права на собственное желание, собственное мнение. Есть телефон вакантного сменного лоха, надо попробовать. Очень, кстати, прочищает мозги. Вот, то есть ты что-то пишешь, причем четко, там 10 раз одно и то же, надеюсь, что это прочитают. Нет, средняя баба это не читает, она в упор смысл не видит. Очень интересные, кстати, выводы. Ну вот, в общем, короче, меня одно время так достало, что я ей говорил, ну хорошо, а ты как-то относишься к тому, что это, ну я правда делал это несколько раз, всего там раза 3-4, вот, ну просто довели, как бы, вот, ну психанул, я обычно стараюсь себя держать под контролем, а вот, то есть, ну черным по белому три раза, без детей, без детей, без детей, все равно, дети есть, да, слушай, я говорю, а как ты относишься к тому, что я этого, твоего ребенка возьму за ноги, ебну головой в кирпичную стену, ну в общем, как-то там дальше, ну понятно, была некая реакция, в общем, которая сопровождалась быстрым прерыванием разговора, вот, так что, инстинкты эти совершенно нормальные, совершенно естественные, вот, для любого здравомыслящего самца, любого вида, и удивляет, что такое количество мужчин все-таки на этих РСПхах женятся и вообще с ними связываются, вот, то есть, мне, мне, честно говоря, это непонятно, я этого бы не делал, как бы у меня мозги не промывали, то есть, это опять же беда, но это уже отдельный вопрос, собственно, с чего мы тут начали? Ну, хотел какой-то факт рассказать конкретно, то есть, просто факт был в том, что, что был эксперимент с РСП, ну, у меня были, я говорил, лишний раз скажу, у меня были длительные отношения с РСП и, так сказать, но я, но я, что было замечательно, вот, как бы жаль, если бы, если бы, наверное, не ребенок, да, то, наверное, можно было даже продолжить именно в таком более серьезном режиме, но у меня просто, у меня, к сожалению, чем-чем-чем-чем, а? Этого ребенка видел? Нет, никогда. На фотографии видел. Ты знаешь, ну, какая разница, кого трахать, блин, все они взаимозаменяемые. Понимаешь, это самое. Просто у меня лично, опять, ну, мы тут немножко, так сказать, на пацанский отъедем немножко, потом вернемся. Это самое. Генеральный генеральный линии партии. Вот лично у меня вот было когда я связывался с РСПХами, особенно по молодости, у меня было ощущение, что я жру второй сут, даже третий сут, даже уже не еду, а который кто-то уже съел. Поэтому, ну, если совсем там пришла, легла, сняла трусы, вставила, одела трусы, ушла, да, а если какие-то начинались претензии с ее стороны, пошла ты нахер вообще, тварь. Вот, тут других много таких порхает, без детей рядом. Вот, это самое, то есть, ну, то есть, как-то, знаешь, вот, и у меня было ощущение, что если, когда я связывался с РСПХами, что я жру второй сут. Я это, я достоин большего. То есть, вот, у меня много комплексов, мне здорово поломали психику по жизни с детства, но вот в этом плане меня ничего не поломали. То есть, нахера использовать дефектный, неполноценный материал по цене полноценного. чуть побольше поискал, объявление по-другому составил, набрался терпения, нашел нормальную, симпатичную бабу без детей. У нее и времени побольше, и она на тебе фокусируется, и никакой там сплевыш чужого хуя там сзади не бегает. Мне непонятно, Серега, это я вышел на уровень эмоций? Ничего, что я Серега говорю? Ммм, вполне. Ну, тут, опять, тут частное мнение на частное мнение, да? Нет, немножко, немножко с такого, с серьезной такой беседой двух интеллигентных людей немножко ушли в пацанство, я даже опять могу чуть-чуть извиниться. Вернемся. У меня немножко такое, как бы сказать, ну, не в смысле, что было, оно у меня как бы и сейчас есть, да? То есть, у меня, ну, скажем так, к сексу у меня немножко вот такое возвышенное, ну, это будет грубо и не точно, но, в общем, околорелигиозное, да? То есть, я нахожу это таким трансовым опытом. И в рамках этого трансового опыта, ну, все-таки для меня это некая, ну, как это сказать-то, ну, это светлая такая, трансцендентная вещь, да? Которая немножко, немножко магия, немножко волшебства в нашем мире. И когда ты хочешь этой магии по-настоящему, да, то есть, такую-такую, там, ну, разыграть вот это вот, как бы это сказать-то даже, я тут, может быть, в качестве иллюстрации, недавно где-то мельком какой-то документальный фильм шел, а, по-моему, про образцов, директор этого кукольного театра. И там такой момент, интересно, промелькнул, что, типа, к нему постоянно просились дети, его собственные туда попасть. И он их категорически не пускал за кулисы, никогда. И они, вроде бы, обижались, там, все время обижались и так далее. Он все время объяснял, что, типа, что я не хочу разрушать им, как сказать, не хочу разрушать сказку, типа, что если они увидят изнанку, они потеряют вот это вот представление, вот это вот чувство театра, оно пропадет. Потому что, типа, из кулис ты не так воспринимаешь театр, то есть он исчезнет для них. И чтобы он не исчез, он их туда не пускал. Вот в чем-то похожее, да, я, как бы, не хотел и до сих пор не хочу, чтобы у меня вот секс превратился в такое, да, вот, механистичное такое, и тем более, не дай бог, в грязную вещь. Там у меня был когда-то таким с оттенком грязный, а сейчас нет, это скорее такая возвышенная вещь. И в рамках этой вещи, это я чисто лично про свое восприятие говорю, я не навязываю никому. В рамках этой вещи я физически не могу связываться с женщиной, которые я там... Даже если я в голове просто, про себя думаю, они, наверное, как там тварь, или там, не знаю, или как второй сорт, или там недочеловек, я просто не смогу... Если я так о ней думаю, у меня с ней ничего не выйдет просто. Ну, как бы вот... Это как... Я не знаю, как это описать. То есть мне нужно иметь об этой женщине какой-то светлый, светлый ее имидж, да, светлый образ. Даже если я вполне отдаю себе отчет, что он может быть несколько, как сказать, приукрашенном, да, я же не знаю всего, что там человек делал в своей жизни. С другой стороны, и она про меня тоже не знает все, что я делаю там и делал в своей жизни, да, то есть, ну, как бы... Дашь на дашь. То есть мы вот... Одна из моих любимых цитат этого Фрэнка Андервода. Сейчас так он говорит. After all, we are what we choose to reveal. В конце концов, мы это то, что мы решаем о себе показать или рассказать. То есть вот что мы выбрали показать, вот такие мы и есть. Это и есть понятие личность, собственно, если точно привязываться. Поэтому я вот... Опять же, да, там даже не с одной, да, отношения, но я никогда о них не думал там в контексте там второй сорт, там, не знаю, тварь и так далее. И мы расставались совершенно по нормальным причинам там. У меня были очень плохие расставания. Было одно, как минимум, очень плохое расставание. Оно было не с РСП, оно было с внешне вполне обычной, нормальной женщиной, которая там... Для стороннего наблюдателя она была бы намного лучше. Но вот как человек, да, ну, оказалось плохим. плохим. Поэтому отношения не задержались, так сказать, и разорвать их было трудно. Даже не знаю, что сказать. Но, в общем, как бы сказать, у меня не получается как бы подходить к сексу механистично. То есть вот... Слушай, ну, тут ты как бы блестяще выразил такие интимные стороны своей личности, своей сексуальности. Даже я, как культурный человек, я даже не имею права комментировать, думать и комментировать. Можно я свои выражу, и мы дальше пойдем? Конечно. Вот. Понимаешь, для меня ну, все малек попроще было. Я не лез, как мои друзья, там на все, что шевелится. Сейчас причем об этом частично жалею. Ну, не прям, что там жалею-жалею, но так. Ну, лес, скажем так, на многое. Вот. Но, как вот женщина инстинктивно, если ты знаешь эту теорию, которую на самом деле практика, то, что женщины сразу при встрече с мужчиной ранжируют его на секс, категория для секса и любовь, и бытовая проституция. Слышал, да, про это? Вот. Я знаю вариации разрез, который делает просто на, типа, длительные отношения и короткие отношения. Это вот то, что Бекер говорит. Нет, 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 это неправильно. Это, это, я, давайте без всяких непонятных абстрактностей. Режим спаривания бывает краткосрочный, долгосрочный. Но это в рамках, опять же, это выбор сексуального партнера. Потому что средняя женщина ранжирует мужчин четко по две категории. И причем очень быстро, и это уже не меняется. То есть это для каждого мужчины и относительно какой-то конкретной женщины это врожденный. Потому что вот я спрашиваю, можно ли там прокачать себя самца? Я говорю, нет, нельзя, это врожденный. Вот, так вот, значит, женщина этого мужчину видит влюбиться, значит, и тут же отдаться. Или это лох, с которым секса ей не хочется, но можно его использовать, чтобы поиметь его всякий ресурс. Разный. Вот, то есть она четко, четко делит мужчин на две категории. Вот это кого влюбиться в категории маленькая, а кого влюбиться в большая. Не влюбиться, то есть для бытовой проституции. Вот, так вот, вот это вот, в которых влюбиться и сразу с визгом отдаться, значит, вот от секса с ними женщины получают наиболее яркое удовольствие вне зависимости от размера члена, ну, прочих факторов, просто вот сознание, что ее трахает этот вожак стаи древних обезьян потенциальный, то есть ловит дикие оргазмы, иногда даже просто находясь рядом с таким мужчиной, даже сексом с ним еще физически не вступив в контакт, уже там кончает. Даже такое бывает. Так вот, перенося вот эту схему на мое отношение к женщинам, для меня РСП, как сексуальный партнер, это вот это объект всегда второго сорта. Когда я с ними сексом занимался, то есть нормально все, я спокойнее к этому относился, вот, но гораздо больше сексуального интенсивного удовольствия, физически и морально, я получал от женщин без детей, потому что я знал, что я трахаю, ну, по крайней мере, не второй сорт, а хотя бы там что-то получше. Вот для меня РСП, ну, это, блин, отброс мусора. Вот. Так, хорошо, ладно, давай, что там у этой тетки дальше было? Давай. Я хотел, может быть, по теме, хотя это забегая вперед, но там дальше по интервью, просто ее спросил, конкретный вопрос задал. Она так в прекрасных тонах очень описала своего сына, ну, нынешнего супруга, второго, что он совершенно необычный человек, и по описанию я верю, он действительно необычный человек. Мы его, да, мы его сейчас описали. Мой папа, например, был точно другим, да, то есть он явно другой. Я спросил, выбрала ли бы она этого замечательного человека тогда, в молодости, во время выбора вот этого вот, ну, в свое период этого активного молодого, как это назвать, в общем, поиска партнера. И она, честно, сказала, что нет, не выбрала бы. Это один из примеров, она утонула. Ну, что тут сказать? Это просто факт, который мы и так читали все, мы про это слышали, мы про это знаем. Ну, вот человек вам говорит, что так и есть. Вот, из этого надо исходить. Животное проболталось, наконец-то. Вот это, собственно... Ну, это как бы не тайна, это же просто лишнее подтверждение. Причем на одном конкретном примере. Ну, сейчас, может, 20 человек выйдет, скажет, нет, у нас категорически не так. Ну, вот. Мало ли кто что скажет. Понимаешь, есть научный подход, есть, понимаешь, опять, вот ошибка вот среднего человека. Ставить наносмое вторичное мораль, якобы вот эта мораль, якобы воспитание над инстинктами. Первичное всегда инстинктами. И женщина движима всегда инстинктами. И вот это вот, опять же, ну, ярчайшая иллюстрация. Просто хорошо, что это сказала сама баба. То есть, ну, хронология встретила какого-то там непонятно кого, но, вероятно, с этими повеяниями качествами. Животные влюбились, там, совокупились, если влюбились. Ну, вроде в данном случае влюбились. Прошел цикл серийной моногамии, все по законам природы. Ничего человеческого я до сих пор не видел. Вот искры человеческого, что она, значит, не тащила этих самых новых, этих, как это, культурно сказать, новых самцов к этому ребенку. Да, это все-таки, да, это аномалия для средней самки. Вот, дальше, ну, этого опарыша должен кто-то кормить. И тут находится лох, который готов этого опарыша кормить. Соответственно, этот лох берется за широкие ветвистые рога и загоняется в стойло. Вот, тут уже, мне этого мужика, честно говоря, вот тут уже идет, с моей точки зрения, о чем я тоже хотел поговорить, чистая такая нормальная уголовщина. Вот, я вообще думаю, что по совокупности интервью, если учесть признак поглощения для более, маленьких сроков более длинными, если бы у нас были справедливые законы, то это баба начудила лет на 25 строгого режима, если бы для бабы был строгий режим. Вот, потому что в данном случае мы имеем преступление по следующим стадиям. кабальная сделка, первое, сейчас, злоупотребление невменяемостью, неадекватным состоянием жертвы для мошеннического личного какого-то там чего-то. Как это? Не припоминаешь, такое статья было? Я не знаю, нет. Это уже уголовный кодекс, не владею. Ну, хорошо. Я просто тебе говорю, как я вижу это с точки зрения среднего нормального человека. То есть, вот это поведение средней бабы, обычное совершенно, типичное поведение средней бабы, если бы у нас были справедливые законы. Вот, тут минимум несколько статей уголовного кодекса. Первая, кабальная сделка, называется, когда человеку впаривают мошенническим способом, разными путями, что-то ему заведомо ненужное, невыгодное. Вот, ему впарили чужого ребенка, пользуясь, и следующая статья, пользуясь его психической неадекватностью. Причина это адекватности стандартные, неадекватности стандартные, возможно, там действительно какая-то болезнь. Вот у меня тут было очень интересное интервью с психиатром, сейчас выходит на канале. Я первую часть посмотрел, да. Вот сейчас будет вторая, третья, там еще горячее. Вот. Но, скорее всего, это обычный зомбированный баба-раб с промытыми мозгами, без каких-либо проблесков аналитического мышления, интеллекта, то есть мужской стержень, способность идти своим путем, жить своими интересами. Если и была, то слабая, вынули с детства, ставили, значит, токсичный биос, он им живет, не приходя в сознание. Потому что, повторяю, связываться с бабой, с чужим опарышем, это признак тяжелейшей неадекватности. Я мужчин не ругаю, мы им помогаем, но факт остается фактом. Я никого не осуждаю, то есть моя задача, как активиста, вот этот токсичный биос вынимать и вставлять, насколько это можно, нормально. Вот, то есть, вот это вот, значит, обуздание этого, как бы взятие этого, оборот этого лоха, это, ну, это серьезная уголовка по нескольким статьям, если бы у нас был справедливый уголовный кодекс. То есть, грубо говоря, психически здоровый человек мошеннически обманул психически нездорового человека. В голову, ну, в голом остатке. А вот, это самое. Дальше. Дальше. По стандартной схеме. Значит, мужика жалко, честно говоря. Я бы, ну, не знаю, тут можно, конечно, возможно, неадекватная реакция, но я бы хотел бы с ним поработать, честно говоря. Потому что, ну, лучше спасти человека поздно, чем никогда. Ну, хотя, опять же, есть там общая про теорию, есть личная этика. Вот. Мужика жалко. Его использовали, его жизнь, которая могла бы быть конструктивной, позитивной, послужила кормом и туалетной бумагой для этой преступницы. Я ее воспринимаю как преступницу, я ее для себя назвал леди Чикатило после этого интервью. То есть, моя такая формулировка. А почему? У нее появился собственный ребенок потом родной, да? То есть... Да. Тоже закон природы для того, чтобы... То есть, тут уже просто глубина и ужас всей этой ситуации, он... Они чудовищные. С точки... Ну, вот. Я считаю, что я говорю как здравомыслящий человек, я каждый свой тезис аргументирую. Правильно? Вот тебе вот. Даже с точки зрения, если бы у нас был нормальный уголовный кодекс. Даже есть статьи, которые, конечно, неприменимы в силу нашего, так сказать, матриархата и бабоориентированности вот этой матрицы. Ну, в принципе, она по двум стадиям накосячила капитально. То есть, ее сажать надо вообще за это. Вот. Она взял... Ну, грубо говоря, то есть, это изнасилование психически больного человека, который... Ну, ребенка, который вообще не отдупляет, как он живет. Блин. В несознанке мужик находится, его берут и ломают ему жизнь. И заставляют жить не свою жизнь. И чтобы еще зафиксировать этого лоха, она еще от него брюхатится. Я, кстати, ты знаешь, у меня огромные сомнения, что от него. Вот чудовищные. Мы этого, конечно, никогда не узнаем. Она этого, конечно, никогда не расскажет. Но вот что это, я бы, ты знаешь, если бы была возможность сделать эту экспертизу, я бы на что-то поспорил. Там вероятность процентов, ну, так, 30-40-50, что она забрюхатилась не от него. Потому что она сама сказала, вот это ключевой момент, эта самка сказала, что в молодости она бы ему не дала. Вот. То есть этот лох, этот, извиняюсь, устно неполноценный олень, ресурс сменный, он служит для кормежки чужого личинуса. Обычно от таких бабы не брюхатятся. Конечно, она тебе этого вот так вот прямо не скажет. Но что это, как-то верится с трудом? Ну, в принципе, я не знаю, тут опять, я, так сказать, не поклонник этой вот теории рангов, или мне кажется, что она не очень корректно перенесена там от Франц Деваля там на людей. Тем не менее, человек, который, можно по-другому объяснить, там, бог с ними с рангами, просто взять самооценку. Да, у человека есть, во-первых, самооценка, да, и темперамент. во-вторых, есть, как сказать, ну, может, какая-то внешняя привлекательность. Он действительно, может, про себя так думал, что вот, ну, не может он рассчитывать на женщину без детей. Ну, не может, и все. А там столько вещей может включиться с точки зрения, ну, чисто псих, таких психологических. Например, и комплекс спасателя включается, когда вот нужно спасти. Я за собой тоже ловил, у меня тоже такое было. Ну, именно ощущение, как бы, как она появляется. И разыгрывание какого-нибудь сценария из прошлой жизни, из какой-нибудь там, ну, я имею в виду из прошлой жизни, в смысле, из его собственной семьи, то есть, повторять то, что он видел. Или, например, какой-то просто авторитетный человек у него был в жизни, который, ну, он у него был авторитетом, и он ему сказал, что это нормально. И он вырос вот с установкой, что это нормально. Ну, то есть, еще несколько, если таких слагаемых сложилось, ну, для него это... В комплексе, Серег. И самое главное, он вполне может быть счастлив сейчас. Мы как бы, мы этого не знаем, но я верю, вполне может быть. Не дай нам Бог такого счастья, как говорится. Слушай, вот это в комплексе, все это называется программа на самоуничтожение. Я вот постоянно про это говорю, ты, может, если смотришь мои какие-то отрывки, ты это знаешь. То есть, мужиков, ребенку с детства вынимают, это, ну, грубо говоря, все детали, заводские, хорошую, правильную, заводскую прошивку, хард, и вставляют вместо него помоечное говно. И это вместо, это вместо человека, который звучит гордо, это повторяется, получается, зомбированный биоробот, баба-рапа, слуга для обслуживания системы. Вот этот мужик, типичный, классический, частный случай. Его в спирт, в пробирку шлеп. Баба-рап обыкновенный. Вот вам голотип, эталон, вот это биологический вид. Вот сравнивайте, смотрите, и не будьте таким. Мне его жалко по-человечески. По-человечески мне его жалко. А бабу, я бы это укатал бы лет на 25, вот момент, который меня лично смущает, потому что просто я сам попадал в такую ситуацию. Меня очень смутила фраза про, типа, вот первый отец полностью абсолютно перестал общаться с ребенком без каких-либо причин. Я вот, мне лично вот этот момент верится с трудом, потому что я думаю, что... Сергей, вот ты знаешь, можно сказать? Ну да. Извест я перебиваю, я тебе как, нормально все? Нормально, нормально. Прилично я тебе говорю, да. Вот, вот, наконец мы с тобой вроде как пришли, начинаем подходить к общему знаменателю, потому что, ну, истина, она одна, и главное к ней прийти, неважно через какую дочь. Меня этот момент тоже очень сильно смутил. я думаю там, во-первых, не забывай, что баба врет, как дышит, и для нее, то есть, поскольку у нее моральные нормы, как на змее седло, у нее нету понятия брать, вспомни тут цитату из неизвестного Камрада, с которой я тебе начинал. Баба может офигительно хорошо имитировать человека, но баба это не человек, потому что у нее нету мужской морали, то, что делает мужчина мужчиной, который звучит гордо. У меня создалось впечатление, то есть, абсолютное убеждение. Конечно, я это никак не докажу, и ты можешь со мной спорить, и можешь быть прав, что эта баба вообще врала так, ну, вот сколько там этих точек было, триггерных, все остальное набрала. Ну, процентов на 95. Вот, то есть, мне кажется, этот парень ребенка своего искренне любил, мне кажется, даже если ему его навязали, вот, мне кажется, что это не был там звездец, какой павиан, был полупавиан, вот, и что он с этим ребенком хотел общаться, и что баба это просто по стандартной схеме этого мужика опрокинула и отняла, занялась узаконенным кентнеппингом. Что еще является еще одной уголовной статьей, которая, там, не знаю, чем поглощается. Вот, я в этом уверен, и хорошо, что ты это тоже заметил, вот, мы об этом, можно закончить? Да. Мы об этом вспомнили, потому что не бывает так, чтобы, вот, невозможно, чтобы мужчина сначала хотел видеть родного ребенка, а потом вдруг резко расхотел. Врет, зараза, сука, врет. Нет, тут я со своей стороны знаю, что он может хотеть, но при этом не видеть. Это, это, как бы, я лично проходил, то есть, в итоге, в моем личном случае, я же был инициатор. То есть, как бы, если просто формально подходить, то можно сказать, что этот период, который у меня был, там, около трех лет, то я просто на ровном месте, причем резко, как раз так и получилось, что типа вот встречали, 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 и тут хоп, и с определенного месяца встречаться перестали. А потом и там какой-то еще был минимальный письменный контакт, там, типа, смски и так далее, потом и он сошел на нет и остался только вот этот пинг на там три крупных праздника в году. Но просто состоялось-то это не на ровном месте, я-то это знаю, на каком месте это состоялось. Это не было просто вот, типа, мне вожжа под хвост попала, вот я типа там, Два с половиной года я там как штык каждые выходные, да, а тут хоп-хоп, и я оборвал. Нет, это не было на ровном месте, там была причина. Я подозреваю, что, наверное, там тоже какая-то причина была, просто, ну, может быть, другая причина. То есть, они, грубо говоря, так расстались, о чем-то таком поговорили с супругой, что как бы, бывший муж просто не может физически приходить, он не может оказываться с ней в одном поле, и как бы ребенок, как бы он не хотел его видеть, он просто, ну, не может этого делать. Он просто будет выходить из себя, и ребенок это все чувствует, и тоже начинает там, момент передачи, очень тяжелый ребенок, когда он переходит из одних рук в другие. И человек приобретает ощущение, что ему легче, для души просто, ему легче прекратить совсем, чем вот эти вот, как бы, теребить эту вот больную рану. Вот так. Это не обязательно прямо такое отчуждение, когда там, типа, вот папа плохой. Можно этого не делать, можно без этого обойтись. Ты знаешь, в данном случае это баба сто процентов виновата. Тут у режима серийными ногами есть интересная фаза. Просто приходится про нее говорить. Я с этим сталкивался неоднократно, видел у своих знакомых девок, которые, в принципе, пару раз ко мне, там, по молодости совсем давно, там, девяностое, но тоже за консультацией обращались, типа, лишать, ну, были какие-то там, ну, знакомства приятельские, типа, девка выходила замуж, вот, ну, схема та же, она же, ну, шаблон, чпок-чпок, или вы это разлюбили. Это же, ну, это же животные, они же все одинаковые, ну, блин. Вот, ну, и вот прибегает, что такая злая, там, хочу решить иродительский прав, ненависть вообще зашкаливать. Вот, я говорю, ты что, ну, спрашиваю, а что такая ненависть, и что там этот парень-то плохого сделал. Он еще там расписался, там, чпокнул ее, ребенка задел, любил. Никаких, никаких абсолютно, ничего объяснить не может, сугубо эмоции, то есть по-бабски. Ну, она же ко мне пришла, то есть вроде друг, со мной эмоции не катят, мне нужны факты. Вот, короче, я сделал вывод, что, и он подтверждается вообще, ну, то есть для меня это не теория, это аксиома. Режим серийной моногамии включает фазу, чтобы ненависти к прежнему самцу, когда его разлюбили, чтобы не брюхаться несколько раз от одного и того же мужчины. Обеспечивает максимальное генетическое разнообразие потомства, максимальное тусовку генов перемешивания в узкой популяции, потому что предки наши жили небольшими группами, что обеспечивает максимальные шансы потомков этой популяции на выживание в изменившихся неблагоприятных условиях. Все очень четко и логично и согласно эволюции. Вот, на практике это выражается в том, что на ровном месте, когда любовь проходит, у бабы врубается совершенно лютая ненависть к этому парню несчастному. Совершенно никаких поступков он не совершал. Ну, разлюбили хорошо, можно расстаться цивилизованно, без ненависти, дружески встречаться, чувства прошли, но нету никаких вот таких человеческих моральных аспектов, причин для возникновения ненависти. Но она возникает, и вот чистые инстинкты, чистая эволюция. И, соответственно, все это переносится на ребенка. Но я совершенно уверен, возвращаясь к нашей баранихе, что отец там, скорее всего, ребенка любил, скорее всего, видеть хотел, и, скорее всего, произошло совершенно шаблонное, рядовое умыкание матери ребенка и запрет видеться. И дальше пацан попал на реке. Что тоже, как бы, не редкость. Твои комментарии? Ну, собственно, там, что там еще было сказано, что алименты он не платил никогда, а, она не подавала на них. До момента, когда не встал вопрос про лишение родительских прав. Алименты не было подано. То есть алименты были использованы только как инструмент для того, чтобы, ну, через несколько шагов, это такая многоходовка, которая, конечно, целью было, в общем, подтолкнуть его к согласию на установление, к подписанию бумаги. Вот. Ну, собственно, и все. Потом появился второй ребенок, в принципе, это и вся история. Ну, и можно в качестве постскриптума к этой истории можно сказать, что, ну, опять со слов, да, что, что, значит, папа этой Елены, то есть дедушка, значит, смотрит на этих двух детей, смотрит на этого второго мужа и говорит, что такое ощущение, что первую он любит больше. Как бы, и вот и все. Ну, Сергей, в общем, я думаю, что это самое, у нас с тобой получился отличный разговор, за который я тебе очень сильно благодарен. Я надеюсь, я ничего не накосячил, так по-честному. Вот. Ну, в общем, ребята, вот у Сергея, в принципе, сделал очень удачное интервью, и результаты были совершенно, может быть, даже неожиданные для него совершенно, я не знаю, чего ты ожидал, на самом деле. Вот. Но оно такое получилось, такое, как сказать, многослойное, многоуровневое, то есть каждый находит что-то свое. Я в этом интервью увидел совершенно среднюю быдло-санку, лишенную абсолютно какой-либо морали, лишенную какой-либо того, что делает человек и человеком совести, лишенную стыда, ну, там, за исключением этой случайной искры, погрешности, вот, которая по совершенно типичной, стандартной, эталонной схеме забрюхатилась от, там, сомнительного по моральным качествам павиана, это самое, разлюбила по типичному животному инстинкту серийной моногамии, нашла зомбированную систему лоха, воспользовалась его психической неполноценностью, неадекватностью, загнала его в стойло, сломала ему жизнь, то есть превратила его в предаток собственной жизни, собственной личинки, чтобы его удержать с вероятностью там, ну, процентов 30-50, родила его личинку, там, с вероятностью остальной, скорее всего, не от него, честно сказала, что влюбиться она бы в него не могла, сообразно своим этим самочим обезьянным инстинктам, вот, ну, в общем, ценность этого интервью была, в общем, что, когда баба сама рассказывает о своей настоящей природе правду, главное там вот эти моменты вырезать отдельно и проставить на них ярлычки и, так сказать, заспиртовать, то есть это голотипы типичного самочевого поведения, а все это в комплексе показывает, ребята, вот, что такое, что из себя представляет средняя самка, что именно имел в виду далекий автор, когда говорил, что баба это не человек, что у нее просто, ну, нету морали, с ней нельзя договариваться, и надо, до какой степени она движима, инстинктами и какими именно, и что не надо, ребята, туда вляпываться, не надо, не надо регистрировать брак, и надо очень адекватно относиться к РСП, и что, в принципе, чужих детей не надо даже видеть вообще, а если уж вы их видите, вам за это должны платить огромные деньги по тарифам воспитателя и учителя, учителя. Ну вот, такая моя мораль, и вот, собственно, ну, от степени наглости, цинизма, бессовестности и морального уродства этой мрази, которую ты привез, меня реально бомбануло. А тебе за твою безусловную удачу творчеству дикие респекты уважуха. Вот на этом я закончил. Ладно, ну, я просто от себя так расскажу. У меня, конечно, другое восприятие осталось от этой беседы, вот, но тем не менее, скажем так, как я вижу, это сценарий, который, в чем ценность дидактическая, на мой взгляд, этого, то есть, когда люди думают или там у них находится где-то на грани или там взвешивают не вступить ли в отношения вот, да, с РСП, да, и не вступить ли в брак, тем более, там, и не иметь ли еще детей, то они должны понимать, что вот это, это наилучший вариант, какой может сложиться, наилучший, и это очень-очень-очень редкая ситуация, то есть, в этой ситуации я даже вполне допускаю, что человек вполне себе на своем месте, он счастлив, то есть, вот он нашел себе там соответствующую партнершу, да, он родил ребенка, на которого он, может быть, не рассчитывал в других условиях, но в этих он его родил, и он доволен, он на своем месте. Что будет дальше, это вопросительный знак, мы не знаем, это нужно прозондировать еще там спустя лет, не знаю, 10-15, посмотреть, кого дочь на свадьбу позовет, очень интересный момент, я про него тоже в Анатолии говорил, но, тем не менее, это наилучшая, абсолютно наилучшая ситуация, и вот, люди, кто взвешивает вообще, вступителей в такое, ну, на полном серьезе, кто вот находится, на грани решения, им лучше посмотреть, обратить внимание на эти вот острые моменты, которые там возникали, и просто на себя примерить, сказать, вы готовы жить с этим? Потому что это наилучшее стечение обстоятельств, самое наилучшее. С другой стороны, конечно, тут надо, ну, это в скобках уже можно добавить, что если вы вступите там с девственницей из патриархальной семьи, да, то это тоже вам ничего не гарантирует. Вот так. Такая жизнь пошла. Ну, вот. Ну, сидите, современная, как бы, правовое поле оставляет мужчине только два шанса относительно безопасных отношений женщины. Защищенный секс без обязательства, дружба по интересам, если попался звездец с интеллектуальной экземплярностью. Все остальные варианты это самоубийство. С тобой получился разговор циника и романтика. Это злобная циника. Нет, романтика меня на самом деле уже тяжело назвать. Я, конечно, то, что я там люблю стихи Коуна, мне там кое-что нравится, но от романтика, который был вот как раз в возрасте лет 15-16, от него уже ничего не осталось, к сожалению. с другой стороны, но это была какая-то... Если бы осталось, то имело бы смысл тебя познакомить с моим вчерашним годом. Я думаю, это хорошо. Вот, ладно, гаси запись, а сам не уходи. Ладно. Счастливо. Да, всем пока. Сергееву гигантское спасибо за то, что выдержал. Все. Давай. Давай.